Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о том подручном материале, который можно найти в наших лесах, и который очень широко раньше применялся в быту. Что это за чудо-материал? И доступный, и часто встречаемый, почти по всей средней полосе. Не только Белоруссии, но и, соответственно, значительно дальше. Этот чудо-материал называется мохсфагнум. В чем польза мохсфагнума, как его хранить, как заготавливать, давайте мы с вами развернуемся поподробнее. Почему это начало нас заинтересовало? Ну, во-первых, раньше мохсфагнум очень широко применялся в строительстве. Ложили деревянные броуны из дерева, и все простойки делали, сейчас их запенивают с полиуретановой пеной, а раньше подложили мох. Это было более практично, потому что мох, стены дышали, летом мох подсыхал, соответственно, воздух был суше, зимой мох увлажнялся, и, соответственно, мороз не попадал в жилище. Это раз. Потому что материал очень гигроскопичный, он впитывает влагу. Потом дальше, во время войны, вы уже многие читали, значит, не хватало никаких перевязочных средств. А в Ате можно было только мечтать, ее не было. И тогда применяли, просушивали и применяли, на раны ложили мохсфагнум. Его антисептические свойства. То есть, если налаживали мохсфагнум, значит, раны уже не гноились, они быстро заживали. Так что вы можете взять этот способ также на вооружение, если не оказывается под рукой ваты. Ну, мохсфагнум, значит, он может впитывать все воды где-то в 10 раз больше, чем он по объему. То есть, очень большая гигроскопичность. А что имеет это значение для нас? А имеет это значение для нас то, что в мохсфагнум мы можем добавлять любые земельные смеси. Легкие земельные смеси, они как бы быстро просыхают. Все вы это знаете. Мы можем добавлять мохсфагнум в эти смеси. Благоемкость грунта, соответственно, повысится. Это раз. В вторых, есть такие культуры, как орхидеи, которые очень популярны, которые выращивают многие наши цветоводы на своих подоконниках. Так вот, орхидеи все будет прекрасно чувствовать во мхудсфагнуму. Мхсфагнум не будет до вас загниваться корням, за что с их антисептических свойств. Прекрасно удерживать влагу, и орхидеи будут чувствовать великолепно. Кстати, вы можете попробовать маленький секрет. Не только это с орхидеями, но и с комнатными фиалками, с сенполиями. Попробуйте посадить комнатные фиалочки, у сфагнума вы можете посмотреть, что эти малютки будут чувствовать себя гораздо-гараздо лучше и радовать вас прекрасным цветением. Ну и самое главное свойство, конечно, мха сфагнума в том, что мхсфагнум, значит, если он будет использовать как субстрат для тех же орхидеи или фиалок, значит, он прекрасно будет удерживать воду и удобрения. Они не будут вымываться быстро. Вот это опять как бы плюсы этого материала природного. Что необходимо помнить. Значит, мхсфагнум растет по всем лесам, по болотам таким верховым растет. И почему сейчас мы заговорили об этом природном материале. А дело в том, что осенью мхсфагнум начинает холодать, из мха сфагнума уползают на зимнюю квартире уже там дупло, там другие места, пни, все вредители. Поэтому мхсфагнум уже чистый от вредителей. Вот почему лучше заготавливать осенью, самая лучшая пора. Вот, где заготавливать мхсфагнум? Для того, чтобы не вносить вреда природе, значит, мы его берем на возвышенных местах. Почему? Если заготавливать мхсфагнум на пониженных местах, там, как правило, растет клюква. Мы эти клюквеники будем повреждать. А вот на повышенных местах, где-то ложбинки, это может быть в лесу, на полянке, где-то появилась ложбинка, там растет мхсфагнум. Вот он перед вами, вы его видите. Так что, если мы там с ним мхсфагнум, значит, мы вреда природе не нанесем. Наоборот, эта ложбинка станет скорее просыхать, скорее грунт минерализоваться, и там станут лучше расти любые растения, в том числе даже деревья. Будут лучше всходить на этом месте. Ну, как заготавливать мхсфагнум? Значит, здесь есть технологии несколько. Если вам надо большое количество мхсфагнума, можно брать обычную тяпку, которая с зубами, и просто-напросто стягивать, стягивать этот пластм хсфагнума, дергать, дергать, вырывать, вырывать и собирать. Если вам надо малые объемы, вы можете взять обычные партняжьи ножницы, большие, длинные, и просто сослить верхушечки, если вам надо малые объемы. Но самое дальше, что мы с мхсфагнум будем делать, после того, как мхсфагнум мы собрали, неважно каким способом, его надо подсушить, потому что во многих словах, в случае, когда его надо использовать, он используется именно в сухом виде. Почему? Потому что если мы мхсфагнум высушим, значит, мы можем яблоки, вот я вам показывал в своем ролике, что яблоки переслаивал газетой. Так вот, если у вас есть возможность, яблоки лучше переслоить каждый, рад от рада, сухим мхсфагнумом. Мы мхсфагнум их переслоим, и они, значит, будут яблоки наши, гораздо меньше портиться. Точно так же сухим мхом можно переслоить корнеплоды. Та же морковка и свекла прекрасно сохранятся. Та же капуста, закрытая мхом с мхсфагнумом, будет лежать гораздо лучше. Но учтите, это только в том случае, если он доведен до сухого состояния. Если вы будете использовать мхсфагнум такой сырой, какой вы езжали на болоте, значит, наоборот, эти культуры станут быстрее сгнивать. То есть то, что мы заложили на хранение, будет быстрее сгнивать. Поэтому прошу учесть этот нюанс. Ну и мхсфагнум вам еще может, в чем пригодится. Значит, у нас есть какие-то мелкие семена. Есть мелкие семена, которые не заделываются в почву. Их высевают по поверхности почвы. Мы чаще съем их по поверхности почвы. И, значит, что получается. Мы потом начинаем поливать. Мы поливаем, наши семена смываются, размываются, собираются в кучки. То есть, если мы посеем даже равномерно, мы их просто-напросто собираем, вот такие кучи. Чтобы этого избежать, значит, мы берем мхсфагнум, нарезаем мелко, где-то кусочки по сантиметру, полтора. Нужницами взяли, нарезали, нарезали. По своему субстрату, по цветочному горшку разослали мхсфагнум. Смело высевайте семена. Каждый семяныш коляжет и оказывается в благоприятных условиях. При любом поливе оно не смоется. Поэтому это имеет большое значение. Такое применение мхсфагнума при посеве мелких семян, таких как пыль. Но это может быть и бегония, это может быть и примула, это и такие похожие другие культуры. Вот вам поможет мхсфагнум не утирать эти культуры. Они все останутся на этом субстрате. Также вот как хранить мхсфагнум. Набрали мхсфагнума, высушили. И он хранится только не в полиэтиленовых пакетах, только бумажные. Только бумажные пакеты подают для хранения мхсфагнума. Положили мхсфагнум, вы можете его использовать весной, вы можете использовать его зимой. То есть в любом случае, когда вам он надо, или для посева семян, или для субстрата. Так что займитесь сейчас, не откладывайте эту работу на потом. Пробежитесь по окрестным лесам, посмотрите, где есть мхсфагнум. А его отличие в том, что его как будто елочки беловатого цвета, он беловатый, в отличие от других мхов, которые зеленые. И знайте, что очень много полезных свойств. Заготовьте. И потом весной вы как найдете, и будете иметь хорошие результаты. Желаю вам удачных посевов, хорошего хранения корнеплодов, утепления своих жилищ натуральным материалом, которым является мхов. До новых встреч. До свидания.